Это Брабус 700, и он немного похож на ТикТок. Позвольте объяснить, понимаете, это тюнингованная версия Роллс-Ройса ГОСТ, и Роллс-Ройс позиционирует ГОСТ как альтернативу более представительному Фантому для более молодой аудитории. Ну а это авто и вовсе должно понравиться еще более молодым людям, типа меня. Не часто называю себя молодым, но это просто в сравнении с клиентурой Роллс-Ройса. Короче, по аналогии, Роллс-Ройс Фантом — это такой LinkedIn, обычный ГОСТ — это, сами понимаете, что, ну а это ТикТок. Логично же, да? И сегодня я расскажу вам обо всех усовершенствованиях в дизайне, в салоне, прокачусь на авто, потому что Брабус подрихтовали движок, он стал мощнее, ну и, конечно, за мере разгона до 96, ведь я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Если хотите посмотреть наш ТикТок, ссылочка есть в описании. Брабус внесли кое-какие изменения, чтобы авто выглядело куда круче. Видели ли вы когда-либо спойлер на Роллс-Ройсе? Гляньте, во, спойлер из карбона. Также тут карбоновый псевдо-диффузор, который, по-моему, исключительно для красоты. И четыре выхлопа. Наконечники здесь титановые, сама система из нержавейки, ну и вокруг наконечников, опять же, карбон. Обалдеть. Также логотип Брабус, карбон, название модели 700 здесь, шильдик Брабус. Кстати, все хромированные элементы тут со специальным затемняющим напылением, которое прозвали теневым хромом. Shadow Chrome, смотрится приятнее, вот, и здесь тоже. А знаете, знаете, из-за диффузора и выхлопов с этого ракурса авто немного напоминает мне старый Mercedes S-класса AMG. Профиль, опять же, видим этот хитрый хром вокруг стекол, на ручках, замке, смотрится здорово. Ну и плашка Брабус здесь, так, теперь током туда, уж больно длинное авто. Вот тоже значок. Ну и видим, такие вот литые диски моноблок 22 дюйма. Смотрится эпично. В базовой комплектации у Rolls-Royce Ghost диски 20 дюймов. А еще задние колеса здесь стали шире. 315 миллиметров на стандартном авто, 285. Широкие ребята. Спереди решетка, опять же, теневой хром, и мне нравится, что... Ай, больно. Зато слышно, что она металлическая. Молодцы, Rolls-Royce, потому что у тех же Бентли и Мерседеса Майбах крути-решетки дешманские, пластиковые. Также Брабус добавили карбон здесь, и еще вот такой карбоновый сплиттер с логотипчиком Брабус. А еще добавили свет сюда, в районе воздухозаборников. Ну и, конечно, влепили шильдик Брабуса вот сюда. Скажу так, будь у меня Гоуст, я бы сразу отправил его в Брабус, чтобы они сделали так же, ведь смотрится это эпично. Ну а вы как, согласны со мной? У нас закрепленный комментарий. Проголосуйте. В салоне обработанного хрома тоже навалом. Вот он здесь на металлических дефлекторах, вокруг кнопок, просто повсюду. Везде, где раньше был обычный хром, теперь продвинутый теневой хром, и на характерных переключателях, и вокруг часов с логотипом Брабус. Кстати, это довольно мудреная штука, приходится снимать все эти хромированные детали и наносить на них специальное напыление с эффектом этого теневого хрома. Говорят, процесс деликатный, порой сотрудники могут налажать, тогда уж Брабусу приходится заказывать у Роллс-Ройсов новую деталь, что, понятно, недешево. Но оно того стоит, мне такой эффект нравится, смотрится очень гармонично. Чего я не могу сказать о выборе кожи в этой модели, то есть тут, понятно, все заново обтянули кожу, и на выбор доступны разные варианты, но почему-то выбрали кожу с довольно грубой текстурой, примерно как в Мерседесе, как-то непривычно в Роллс-Ройсе. Но никто же не неволит, если хотите, можно взять другую кожу, или, например, и вовсе Алькантаро. Кожа тут даже под ногами, ну и коврики тут из овечьей шерсти, очевидно, такие есть и в Роллс-Ройсах, но Брабус хотели сделать свои, и да, эти более плотные и роскошные. Также тут поменяли педали, смотрятся они здорово, плюс подсвеченная надпись Брабус на подножке. Также карбон на накладках на пороге, опять же, с подсвеченной надписью Брабус. Карбон есть и на передней панели, а еще на рулевом колесе, по центру которого, кстати, тоже логотип Брабус. Если вам интересно, что это за шум, это открылся багажник, потому что у меня лежит ключ в заднем кармане, и он тоже обтянут кожей под стать салону. Кстати, о багажнике. Его Брабус тоже полностью отделали кожей. Ну до чего роскошно. Я бы с радостью тут и жил. А, собственно, а че б нет-то? Да-а-а, пока. Можешь открывать. Там темно, словно в какой-нибудь пещере. Позади в салоне все опять же перетянуто. Стандартные Руллс-Ройсовские сиденья, но кожу на них поменяли. Логотип Брабус здесь, также на мягоньких подушечках на подголовниках. Прошитая кожа здесь, карбон здесь и тут. Ну а если опустить подлокотник, тут у нас холодильничек, и вокруг него кожа оранжевого цвета. Впрочем, в самом холодильнике ничего не поменялось. Все те же небольшие бокальчики, что и в обычном ГУСТе. Но зато хитрый хром тут, хитрый хром здесь, на решетках динамиков, на стеклоподъемниках и, конечно, на дверных ручках. Сейчас вам кое-что скажу. У меня большие указательные пальцы раскачаны. Сейчас открою тяжеленную дверь своими двумя пальцами. О-о-о-о! О-о-о! О, нелегко, конечно, так и до туннельного синдрома недалеко. Ну, разумеется, можно открыть и закрыть автоматически. Вот, простым нажатием кнопки. Сейчас еще кое-что покажу. Столики, очевидно, тоже на моторчиках, при этом отделаны карбоном, и тут опять этот теневой хром. По сути, переделали тут вообще все. Ну что, угадайте, сколько стоит этот Брабус 700? 560 тысяч фунтов, то есть более чем на 300 тысяч фунтов, дороже начальной цены обычного Роллс-Ройса Гоуста, который, понятно, тоже надо купить, и затем уже отправить в Брабус. При желании можно заказать у местного дилера, Брабус лишь отдельные украшательства для своего Гоуста, типа того же теневого хрома и тому подобного. Но если нужна фирменная отделка салона, придется отправлять авто на завод в Германии. И на этом к пяти недостаткам этого авто. Чё за дела? Логотип по центру сейчас перевернут, а у Роллс-Ройсов он всегда держится ровно так, как центральная часть вращается. Брабус доработали двигатель, и он стал заметно мощнее. А вот тормоза дорабатывать не стали. Увы, ах. Возможно, с тормозами не стали заморачиваться, так как здесь все тот же электронный потолок скорости в 249 км в час. Когда отдаешь такие деньжищи, хочется, чтобы авто ехало максимально быстро. Брабус, конечно, покрыли дух экстаза этим теневым хромом, но было бы неплохо, если бы можно было поменять фигурку на что-нибудь свое. Вы бы что сюда воткнули? Я бы, наверное, что-нибудь пошлое. Светлая приборная панель, это, конечно, хорошо, если вы любите такую отделку, но в зависимости от ракурса она просто чудовищно бликует в лобовом стекле. Вот, смотрите, я встал, и меня почти не видно. Но не все так плохо, ведь цвет салона в Брабусе 700 можно заказать абсолютно любой по желанию, да хоть под цвет собственных портков. Правда, я конкретно под эти я бы брать не стал, ну, какие себе портки. При открывании дверей подсвеченный логотип Брабуса меняет цвет. Видишь? Идем дальше. Брабус перенастроили пневмоподвеску, теперь она занижена на 20 миллиметров по сравнению со стандартной моделью. Меньше зазорчик в арчиках. Обычно после тюнинга авто лишается гарантии. С Брабусом это не страшно, они дают собственную гарантию, идентичную той, что от производителя. То, что Брабус берут новенький салон от Роллс-Ройса и все снимают, а потом выкидывают, может показаться жутким расточительством, но... На деле эти обрезки раздают в местные детские садики, чтобы детишкам было из чего мастерить всякие поделки. Роллс-Ройс Гоуст оснащен Твин Турбо В12 6,75 литра, мощность 571 лошадиная сила, 850 ньютон метров момента. Но Брабус над ним еще немного поработали, сделали вот такую красивую крышечку. Ну и еще пиги-бэк ЭБУ, после чего мощность выросла до 700 лошадиных сил, а момент до 950 ньютон метров. Соответственно, разгон до 96 теперь занимает не 4,9, как у стандартной модели, а 4,6 секунды. Но так ли это на самом деле? Давайте проверим. Ну что, давайте стартуем на Брабусе 700. Мое оборудование на готове, посмотрим, что будет. Близкий. Едет быстрее, чем следовало бы Роллс-Ройсу. До 96 за 4,17 секунды. Даже быстрее заявленного как-то, даже нагло. Но возрушая мощность мне нравится. Что есть, то есть. Завораживает это авто. Мне нравится такая подмена. Взяли обычный Роллс-Ройс и сделали его спортивнее. Очень здорово. По мне идея просто замечательная. Это и без того не то чтобы медленная машина, но вот эта разница в мощности, то что нужно. И все же меня не устраивает эта белая передняя панель. Уж очень сильно она бликует. Приходится смотреть через этот просвет и вот этот, чтобы понять, куда я еду. Есть у меня мыслишка. Джек, подай-ка мне коврик. Он черный. Положу сверху, так может, смогу что-то разглядеть. Я направляюсь на автобан. Нужно, чтобы обзор был идеальным. Так что ты это, подсоби мне. Будь добр, закинь на переднюю панель. О, господи, ну просто небо и земля. О, нет. Если бы я брал такой авто у Брабус, отвез бы его им обратно, чтобы сделали переднюю панель в темном цвете. Слушай, а коврик-то по размеру как раз идеально подходит. Может, поэтому он тут. О, приятно. Так, мне кажется, пора явить дух экстаза. Сейчас мы ее поднимем. Как раз перед выездом на автобан. Ну все, мы готовы, она готова. Погнали. Ну что, выехали на автобан, обходим грузовик. Не страшно, ведь у нас 700 лошадиных сил. Ну очень прикольно. Когда в такой машине столько мощности? Давай, прочь с дороги. Как обычно. Давай, Ауди, ну че ты там? Думаю, что людям непривычно видеть в зеркало, как их столь агрессивно поджимает Роллс-Ройс. Так, погнали. Опять набираем скорость. Ну да. Главное не забывать о массе этого авто, когда снижаешь ход перед идущей впереди машиной. Но мощь нарастает круто. Эти дополнительные 100 ньютон-метров момента прям тянут машинку вперед. Очень здорово. Ну вы гляньте на стрелку спидометра. Знаете, от Роллс-Ройсов обычно получаешь удовольствие в плане комфорта, тишины, спокойной поездки, а тут... все это... плюс сумасшедшая производительность. Ну что ж, снова притопим. Дурдом. Почти набрал максимум. А ну-ка еще раз. Ну вот и максимум. Безумие. Да. Мне кажется, если часто ездить вот так, продвинутые тормоза не помешают. Вау. Никогда еще такого с Роллс-Ройсом не делал. Итак, каков же мой вердикт? На Брабус 700 следует о нем забыть, призадуматься, задуматься всерьез или взять и купить не раздумывает. Ну, так-то не особо актуально, но будь у меня деньги, я бы с удовольствием взял это авто. Понимаете, обычный Роллс-Ройс Гоуст мне нравится. И, конечно, эта модель куда дороже, но если брать всякие разные опции для Роллс-Ройса, тоже будет не сильно-то дешевле. Так что уж лучше взять такой, более уникальный вариант. Ну и плюс тут мощность на 130 лошадей больше. Лишними они не будут. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, напишите в комментариях, как вам это авто и согласны ли вы с моим вердиктом. Нажмите на окошке, чтобы посмотреть что-нибудь еще, либо на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал Карвау. Спасибо за просмотр.